Добрый день! В этом видео мы продолжим рассматривать семейство мастерморфиксов. На данный момент в продаже можно найти модели с 2х2 по 8х8. Они уже с трудом помечаются в кадр. Мастерморфикс 3х3 это достаточно популярный, но не самый простой шипмонт обычного кубика рубика. Несмотря на измененную форму, он собирается под тем же принципом, что и классическая головоломка. Но есть некоторые особенности, о которых я сейчас подробно расскажу. Сразу следует отметить, что мастерморфикс иногда ошибочно называют мастерпераморфикс. Подобное наименование является неверным, так как мастерпераморфикс это вот такая головоломка. Принцип тот же, но форма немного другая. Это же мастерморфикс 3х3. Рассмотрим строение. Кубик рубика имеет 6 цветов и 6 одноцветных центров. Мастерморфикс имеет всего 4 цвета, но центров также 6, поэтому они получились двухцветные. Зелено-красный, красно-желтый, желто-синий и остальные. Каждая цветная сторона содержит 3 центра. Желто-зеленый, желто-синий, желто-красный. То же самое на синей стороне. Синий-красный, синий-желтый, синий-зеленый. Ребра на кубике рубика это двухцветные элементы и их 12 штук. На мастерморфиксе их также 12, но они стали одноцветными. И опять на каждой цветовой стороне у нас есть по 3 ребра. И они абсолютно одинаковые. 3 синих ребра, 3 зеленых ребра, 3 желтых и 3 красных. На кубике рубика 8 трехцветных углов. На мастерморфиксе их также 8, но 4 из них одноцветных. Вот этот треугольник это угол. И вот этот тоже. Одноцветный угол, одноцветный, еще один одноцветный и еще один. Ну и более привычные трехцветные углы. Они находятся на вершинах фигуры. 4 трехцветных угла, 4 одноцветных. Головоломку можно перемешивать двумя способами. Первый способ. Если мы вращаем каждую грань на 180 градусов. И при этом у нас форма головоломки не меняется. Мы можем полностью перемешать мастерморфикс, но форма останется той же. Существуют способы, которые сначала приводят головоломку в правильную форму, а после собирают по цветам. Эти способы не являются рациональными, поэтому мы рассматривать их не будем. Так как это шипмот кубика 3х3, собрать его как 3х3 наиболее эффективно. Если мы будем вращать грани на 90 градусов, то есть как на обычном кубике Рубика, то уже будет теряться форма. Элементы имеют округлое строение, поэтому нет острых выступающих краев. Как это было на головоломке Аксис Куб. Перемешанность строения не так сильно пугает. Посмотрим, как будут отличаться этапы сборки по сравнению с классическим кубиком Рубика. На кубике Рубика мы сначала собирали правильный крест. На Мастерморфиксе тоже будем делать крест. Но белого цвета здесь нет, будем начинать с синий-красного центра. Отличие будет не только в цветах, но еще в необходимости ориентировать центры. Так как цвета разные и форма тоже может не совпадать. К примеру, посмотрим на этот желто-красный центр, который не совпадает с этим ребром. Стальные ребра совпадают. Должно же быть вот так. Со всех сторон все правильно примыкает. Далее на кубике Рубика собирается первый слой. Такой же первый слой собирается на Мастерморфиксе. Процесс максимально похож. За первым слоем следует второй. И на Мастерморфиксе тоже. Здесь все пока похоже. Далее идут уже некоторые отличия. На кубике Рубика мы собирали по методу начинающих крест на желтой грани. Но при этом только ориентировали ребра, не расставляя их по местам. В Мастерморфиксе придется правильно ориентировать и расставить по местам сразу. Как это делается в некоторых методиках для 3х3. Здесь это будет необходимо. Далее в 3х3 ориентировались угловые элементы и расставлялись по местам ребра и углы за два отдельных алгоритма. После чего получался собранный куб. В Мастерморфиксе ребра уже стоят на своих местах и правильно ориентированы. Поэтому остается переставить углы, после чего их правильно развернуть. В конце возможна ситуация с разворотом одного уголка. Это псевдопаритет, который возникает из-за того, что есть некоторые углы одноцветные и их ориентация не важна. Поэтому этот уголок будет разворачиваться совместно с каким-нибудь из одноцветных. Тогда все получится. Я настоятельно не рекомендую изучать Мастерморфикс 3х3 тем людям, которые не умеют собирать классический кубик Рубика. Это возможно, но будет гораздо сложнее. Мой метод по сборке кубика Рубика 3х3 можно найти по ссылке в описании. На первом этапе собираем правильный крест на кубике 3х3. Это делается достаточно просто. Находим белые ребра и ставим их возле белого центра. Это можно делать сразу правильно, либо, найдя два правильных ребра, поставить их перед собой и слева и выполнить алгоритм под названием PiffPuff. После чего сделать дополнительный ход. Можно и сразу собирать правильный крест. На Мастерморфиксе и других головоломках без белого цвета я привык начинать с сине-красного центра. Так как центр двухцветный, к нему надо поставить два красных ребра и два синих ребра. Делается это интуитивно и собирать ребра мы сразу будем в правильном порядке. Напомню, что ребра это вот эти одноцветные элементы в форме трапеции. Они все одинаковые по форме и имеют всего лишь 4 цвета. По три ребра каждого цвета. Вот красное ребро. Его можно поставить вот к этой стороне сине-красного центра. Отведем ребро в сторону, повернем центр, подставим. По форме ребро совпало. Мы видим, что какое-то синее ребро само стало рядом с синей стороной центра. Это хорошо по форме совпадает. Ищем еще красные либо синие. Вот красное. Она находится рядом с синей стороной центра. Отведем ее вниз, повернем центр и поднимем. По цвету совпадает и по форме тоже. Остается еще одно ребро. Оно синее, но по форме не подходит к центру. Если не подходит одной стороной, то подойдет обязательно другой, так как все ребра одного цвета одинаковые. По форме не подходит, значит нам нужно вот этой стороной повернуть сюда. Это можно сделать в три хода. Если мы возьмем неправильное ребро справа от центра, то сделаем движение правой гранью на себя, верхней гранью по часовой стрелке и передней грань против часовой стрелки. Тогда ребро разворачивается другой стороной и все совпадает. Еще один пример. Синий-красный центр. Нам нужны либо синие, либо красные ребра. К примеру, вот есть красное ребро. Повернем центр красной стороной сюда и подведем ребро. Мы видим, оно не подошло по форме, по цвету красное с красным, а по форме видим выступающие детали. Справа держим красное неправильное ребро, на себя правую грань, по часовой верхнюю грань, против часовой переднюю грань. И у нас ребро стало другой стороной. Дальше. Видим синее, которое стоит у красной стороны. Отведем в сторону. К примеру, опустим вниз, повернем верхнюю грань и вернем это ребро обратно. Опять по цвету подходит, а по форме нет. Опустим на себя, повернем верхнюю грань по часовой и повернем переднюю грань против часовой. Все получилось. Ищем дальше. Смотрим. Вот есть какое-то синее ребро. Его нужно поднять к синей стороне. Повернем центр, вот синее ребро. Подводим поближе. Сразу все совпало. Но остается найти еще одно красное. Вот, к примеру, красное. Вращаем. Поднимаем. Все подошло. В итоге понимаем, что для того, чтобы собрать ребра креста в правильном порядке, мы просто находим ребро нужного цвета и подводим к нужной стороне центра. Если по форме совпало, то хорошо. Если не совпало, то разворачиваем ребро другой стороной. Для этого мы делаем вот эти три хода. На себя правую грань, по часовой верхнюю грань и против часовой переднюю. И вот ребро развернулось. Ну и соответственно, чтобы вернуть все на место, мы держа неправильное ребро справа, опускаем его на себя, поворачиваем верхнюю грань и поворачиваем переднюю. Все опять развернулось. Разворачивать ребро можно любым другим способом. Можно сразу подбирать так, чтобы ребро вставало нужной стороной. Процесс интуитивный. Я лишь показал один из коротких способов. Мы собрали ребра креста в нужном порядке, но крест пока еще неправильный. У нас сейчас вот такая ситуация, как на кубике 3х3. Вроде бы порядок правильный, но цвета с центрами не совпадают. Если в кубике достаточно было просто довернуть и все совпадало, то в мастер-морфиксе немножко сложнее. У нас два синих ребра, два красных ребра. Центры же красно-желтый, красно-зеленый, зелено-синий и синий-желтый. Мы видим, что если будем просто вот так вот вращать, то у нас все это не совпадет. Или маловероятно, что это случится. Но мы помним, что два синих ребра. И среди этих четырех центров, которые соприкасаются с крестом, есть два центра с синим цветом. И два центра с красным цветом. Красно-желтый, красно-зеленый. Очевидно, что к центрам, где есть красный цвет, должны подойти красные ребра. Не синие, как сейчас, а именно красные. Тогда очевидно, что синие ребра подойдут к центрам, где есть синий цвет. Теперь ребра стоят в нужном порядке и под нужными центрами. Но вот здесь вот все хорошо. И по цвету, и по форме все совпадает. Здесь совпадает по форме, но не по цвету. Здесь тоже самое. А здесь нет совпадения ни цвета, ни формы. Как и на многих других шейпмодах кубика 3х3, здесь есть необходимость правильно развернуть центры второго слоя. Мы с этих пор начинаем держать синий-красный крест снизу. Смотрим на ребра, которое не совпадает ни по форме, ни по цвету с центром. На самом деле, достаточно одного любого несовпадения. Чтобы это исправить, мы переднюю грань вращаем на 180 градусов. Поднимаем ребро, которое было у креста, вверх. После чего отводим это ребро в сторону. Далее поворачиваем центр с синей стороной вверх. Вот синий. И возвращаем ребро. Если все по форме совпало, то хорошо. И мы опускаем переднюю грань обратно вместе с ребром. Теперь по цвету и по форме все совпадает. Здесь все было хорошо. Переходим к следующему центру. Красное ребро поднимаем вверх. Отводим в сторону. После этого центр красным цветом поворачиваем наверх. Подводим ребро и смотрим. По цвету совпадает, а по форме нет. Если не подошло к этой стороне центра, то подойдет к другой. Она тоже красная. Поэтому отводим ребро еще раз. Еще раз поворачиваем центр. И возвращаем ребро. Теперь все совпадает. Поэтому можем передней гранью вернуть ребро на место. Цвет и форма совпадают. Двигаемся дальше. Вот красное ребро подходит к желтой стороне центра. Поднимаем наверх двойным движением. Отводим красное ребро в сторону. И поворачиваем центр красным цветом. Возвращаем ребро. Видим по форме не совпадает. Повторяем процедуру. Отводим ребро. Поворачиваем центр другим красным цветом вверх. Возвращаем ребро. Теперь все хорошо. Переднюю грань опускаем вниз. Так, чтобы ребро вернулось к кресту. Смотрим. Крест цел. И все боковые центры по форме и по цвету совпадают с крестом. Это не самый простой для понимания этап. Поэтому покажу еще один пример сборки. Находим синий красный центр. И к нему пытаемся подставить синие и красные ребра. Видим синее ребро. Оно у красной стороны. Отведем вниз. Повернем верхнюю грань. Подведем. Не подошло по форме. На себя. По часовой верхнюю грань. И переднюю против часовой. Теперь подходит. Дальше. Рядушком еще синее ребро. Нужно вот сюда подставить. Отведем на себя. Повернем верхнюю грань. Поднимем. Все совпадает. Разворачивать не нужно. Осталось поставить два красных ребра. Видим одно есть. Стоит не той стороной. Поэтому нужно развернуть. На себя. Вверх по часовой. Переднюю против часовой. Ребра стоят в правильном порядке. Развернулась. Еще одно красное нужно. Вот здесь. Ставим. Опять. Не подходит по форме. Поэтому разворачиваем. Правую грань на себя. Вверх по часовой. Переднюю против часовой. Ребра стоят в правильном порядке. Перемещаем крест вниз. И находим. Где у нас центры с красным цветом. Ну либо два с красным. Либо два с синим. Здесь синий. Здесь красный. А два ребра красные. Не подойдет. Вращаем нижний слой. Здесь вот у нас красный. И красный. Все подходит. Теперь остается разворачивать центры. Здесь все хорошо. Здесь нужно развернуть. Легко заметить. Что если центр с ребром совпадает по форме. То развернуть его нужно на 180 градусов. Давайте проверим это предположение. То есть сейчас цвета не совпадают. Но форма совпадает. Поднимаем наверх. Ребро. Ребро. Отводим в сторону. И этот центр развернем сразу на 180 градусов. То есть не вот так. Первым попавшимся красным цветом. А сразу следующим. То есть два оборота на 90 или один на 180. Возвращаем ребро. Возвращаем ребро. И видим, что все сразу совпадает с первой попытки. Возвращаем ребро на место. Идем дальше. Здесь все хорошо. Здесь не совпадает по форме. А значит поворот будет не на 180 градусов, а на 90. Можно методом подбора это делать. Можно запомнить. То есть поднимаем. Отводим в сторону. И сразу понимаем, что синий цвет центра будет именно вот этот. Который за один оборот на 90 градусов. Поднимется наверх. Возвращаем. Все подошло. Спускаем переднюю грань вместе с ребром. Получили правильный крест. После сборки правильного креста на кубике рубика мы собираем первый слой. Для этого мы используем комбинацию под названием пиф-паф. Для начала нужно найти уголок с белым цветом. К примеру, белый, синий, оранжевый. Это если мы начинали с белого креста. И нужно его расположить над своим местом. То есть уголок белый. И помимо этого есть цвет синий и оранжевый. А значит он должен находиться между оранжевым и синим центрами. Место, куда нужно установить этот уголок, мы располагаем справа, снизу, спереди. То есть вот сюда уголок нужно ставить. И прямо над ним мы размещаем нужный уголок. После чего делается пиф-паф. Правая грань от себя, верхняя по часовой, правая грань на себя, верхняя против часовой. В зависимости от ориентации уголка пиф-паф нужно повторять один, три или пять раз. Вместо пяти раз можно делать один обратный пиф-паф. Следующий уголок бело-зелено-красный. Его нужно расположить над бело-зелено-красным местом. То есть вот здесь, между красным и зеленым центрами. Сверху ставим вот сюда. Если белый цвет был обращен вверх, то нужно было сделать три пиф-пафа. Правая от себя, верхнюю по часовой, правую на себя, верхнюю против часовой. И третий раз. То есть один и тот же алгоритм повторяем трижды. И уголок становится на место. К примеру, вот белый-синий-красный. Мы располагаем над своим местом. Если белый цвет обращен вправо, то достаточно одного пиф-пафа. Ну и самый неприятный случай был в методе для начинающих, то если уголок расположить над своим местом и белый цвет обращен к нам. Тогда нужно было делать пять пиф-пафов. Один, два, три, четыре, пять. Или можно было сделать один обратный пиф-паф. То есть сначала повернуть верхнюю грань по часовой, поднять правую грань, вернуть верхнюю и опустить правую. Также при любой ориентации уголка можно было вращать пиф-пафы до тех пор, пока он не встанет на свое место в нужной ориентации. То есть, к примеру, вот такая позиция. Делаем пиф-паф, встал, но не в той ориентации. Делаем еще пиф-паф, поднялся наверх. Делаем еще пиф-паф, встал в нужной ориентации. Можно остановиться. Нехитрый принцип для сборки первого слоя в кубике 3х3. На Master Morphix мы также будем использовать пиф-пафы. Здесь два типа уголков. И проще всего ставить одноцветные, так как их ориентация не важна. Вот этот маленький синий уголок, треугольничек, должен находиться вот в этом месте. По форме и по цветам можно легко определить. Сейчас на его месте стоит красный такой уголок. Значит, мы над этим местом должны расположить синий уголок. Вот он. Перед нами должен быть двухцветный центр и справа тоже двухцветный. Так как уголок ставим синий, этот центр и этот центр должны иметь синие цвета. Но проще определять именно по месту, куда должен встать этот уголок. Если уголок одноцветный, нам всегда будет хватать одного пиф-пафа. Поднимаем правую грань. Поворачиваем верхнюю по часовой. Опускаем правую. И даже четвертый ход можно не доделывать. Достаточно трех движений. Еще раз. Располагаем одноцветный угол над своим местом, между двумя синими ребрами. Делаем три хода от пиф-пафа. Правую грань по часовой. Верхнюю по часовой. И правую грань против часовой или на себя. Уголок стоит на месте. Найдем красный уголок. Вот он. Найдем его место. Он как раз над ним стоит. Между двумя красными ребрами место красного уголка. Располагаем перед собой двухцветный центр. Справа другой двухцветный. И опять же, чтобы этот уголок переставить сюда, мы делаем три хода от пиф-пафа. Правую грань от себя. Верхнюю по часовой. Правую грань на себя. И вот у нас уже два угла стоят на своих местах. Мы начали с сине-красного центра. Поэтому все уголки, которые мы будем ставить на первом слое, будут иметь либо синий, либо красный цвета. Одноцветные, понятно, будут иметь либо синий, либо красный. Мы их уже поставили на место. А трехцветные уголки должны обязательно и синий, и красный цвета содержать. К примеру, вот этот уголок на верхнем слое. Желто, зелено, синий. Синий цвет у него есть, но красного нет. Значит, не наш. Смотрим дальше. Синий, красный, желтый. И синий, и красный есть. Но третий желтый, это нам поможет определить, где же ему находиться. Синий, красный, и вот желтые центры. Между желтыми центрами ему и место. Располагаем один из центров перед собой. Другой справа. То есть в таком положении будем делать пиф-пафы. Теперь мы можем просто делать пиф-пафы до тех пор, пока уголок не встанет на место в правильной ориентации. Делаем первый пиф-паф, правую грань от себя, верхнюю по часовой, правую грань на себя. И видим, что можно верхнюю не доворачивать, и уголок уже стоит в нужной позиции на своем месте. Ищем другой, синий, красный. Находим, вот синий, красный. У него есть цвет еще зеленый. Здесь место занято, здесь занято, здесь занято. Вот место занято другим уголком, но зеленый и синий, красный. Все, что нужно. Подводим уголок над своим местом и начинаем делать пиф-пафы. Перед нами один двухцветный центр, другой справа. Вот место синий, красный, зеленого уголка. Синий, красный и зеленые цвета. Делаем первый пиф-паф. Проверяем. Цвета не совпадают. Делаем второй пиф-паф и уголок поднимается наверх. Делаем третий пиф-паф. Цвета опять не совпадают. Делаем четвертый. Уголок снова сверху. Ну и с пятого пиф-пафа должно все поставиться. Цвета совпадают. Если случилось такое, что на верхнем слое нет нужных уголков, а нижний слой еще не собран, то скорее всего у нас уголок стоит либо на своем месте, но не в той ориентации, либо два уголка поменялись местами. Чтобы достать какой-то уголок снизу вверх, нужно просто сделать один пиф-паф. Располагаем один центр перед собой, второй справа, нужный уголок справа, спереди, снизу. Делаем пиф-паф и угол поднялся вверх. После чего располагаем его над своим местом. Если он одноцветный, делаем три хода от пиф-пафа. Ну и другой угол поднимется на верхнюю грань и его нужно установить на свое место. Ну и на примере этого уголка давайте посмотрим, как же заранее определить, сколько пиф-пафов или какой пиф-паф нужно сделать. Это знание не обязательно и кому не интересно, можете пропустить. Держим мастер-морфикс в нужной позиции, центр перед собой, центр справа. Вот здесь место уголка, здесь синий цвет, здесь красный. Дальний цвет красный. Если дальний цвет совпадает вот с этим цветом, то достаточно будет одного пиф-пафа. Красный цвет и вот этот цвет совпадают дальний с дальним. Делаем один пиф-паф, ну вернее три хода от него. Все сразу становится на место. В такой ситуации дальний цвет зеленый и понятно, что он не синий и не красный. Совпадать дальний с дальним не может. Но есть цвет ближний, ну или левый. Если вот этот цвет совпадает с этим цветом, то мы делаем один пиф-паф. А если вот этот цвет совпадает с этим, то нужно делать пять пиф-пафов, либо один обратный. Ну и естественно я выберу один обратный. Сначала поворачиваем верхнюю грань, поднимаем правую, возвращаем верхнюю и опускаем правую. Все совпало. Ну и третья ситуация, когда дальний цвет с дальним не совпадает, ближний цвет с ближним тоже не совпадает. Понятно, что нужно сделать три пиф-пафа. Ну и можно также смотреть, что вот этот цвет, который нижний, он совпадает с цветами центров. В этом случае делаем три пиф-пафа. Все стало на свои места. На всякий случай еще один пример. Собран правильный крест, начинаем искать уголки. Проще сначала с одноцветных, чтобы как-то освободить пространство. Так как трехцветные углы могут находиться снизу и проще их поднять наверх, чтобы устанавливать на свое место. Вот красный уголок. Нам нужен красный и синий. Располагаем красный уголок над своим местом и делаем три хода от пиф-пафа. Все, он стоит. Далее ищем, есть ли сверху синий. Синий нашелся и он располагается как раз тоже над своим местом. Держим мастер-морфикс правильно. Ставим синий на место. Дальше. Сразу находится синий-красно-зеленый уголок. Нужно его поставить вот сюда. Синий-красно-зеленое место. Ну и смотрим. Ближний цвет с ближним не совпадает. Дальний с дальним не совпадает. Ну или зеленый совпадает с этим. Придется делать три пиф-пафа. Либо просто делаем пиф-пафы до тех пор, пока не соберется. Так, уголок на месте. Этот угол не имеет синего цвета. Вот синий-красно-желтый. Стоит не над своим местом. Ищем его место. Вот на его месте синий-желто-зеленый. Подводим поближе. И смотрим. Желтый с красным не совпадает. Синий с синим совпадает. Достаточно будет одного пиф-пафа. То есть дальний с дальним. Делаем пиф-паф. Так, все. Первый слой собран. Второй слой на кубике рубика можно собирать по-разному. Если вы учились по моим обучающим видео, то те же алгоритмы помогут нам и в мастер-морфиксе. Если вы используете алгоритмы типа ромашки, лесенки, которые разворачивают центры, то вам придется выучить комбинации, которые сейчас покажу. Так как те, которыми вы владеете, вам не помогут. Если первый слой собран, мы находим на верхнем слое ребро, которое не содержит желтого цвета. К примеру, красно-зеленое. После чего располагаем над своим центром. Здесь красный цвет, значит нужно подвернуть красный центр. Вот получилось три в ряд. После этого возможно два случая. Первый, это ребро нужно переставить налево. Второй, это ребро нужно переставить направо. Как определить? По верхнему цвету. Здесь зеленый цвет, ищем зеленый центр. Он находится справа. Значит, место этого ребра справа можно проверить поворотом передней грани. Цвета совпадают, значит все правильно. Если ребро нужно переставить вправо, то мы делаем следующую комбинацию. Отводим это ребро не вправо, куда им хочется, а в другую сторону. После этого поднимаем место, где должно стоять это ребро. Отменяем первый ход. Возвращаем ребро. Отменяем второй ход. Получается пара. Эту пару мы отводим белым цветом назад. После чего поднимаем место, где должна вот эта пара стоять. Поднимаем переднюю грань. Вставляем сюда пару и опускаем переднюю грань. Внизу экрана этот алгоритм написан на языке вращения для кубика 3х3. Если ребро нужно переставить влево, мы делаем зеркальный алгоритм. Отводим сначала вправо. Поднимаем место. Отменяем первое движение. Отменяем второе движение. Получаем пару. Ее отводим белым цветом назад. Поднимаем передней гранью место, где должна эта пара стоять. Вставляем пару. И опускаем переднюю грань. Все собирается. Те же алгоритмы мы используем в мастерморфиксе. Единственная здесь сложность, что ребра одноцветные. И вот это желтое ребро совпадает по цвету как с этим центром, так и с этим центром. Располагаться оно должно здесь. Какой же центр выбрать? Если по форме совпадает, то из этого положения сделать не получится. Вернее мы сделаем, но ребро будет вот в таком виде, как сейчас здесь уже располагается. То есть неправильно ориентированное. Нужно расположить над центром, где совпадает по цвету, но не совпадает по форме. Либо проще говоря, где стоит криво. То есть ставим ребро над центром криво, после чего смотрим. Здесь желтое место, здесь синее место. Ребро желтое. Если мы также повернем переднюю грань, то мы увидим, что все будет красиво. А значит это место действительно для этого ребра. Если мы с этой стороны, где форма совпадает, также опустим ребро. То мы увидим, что форма в итоге совпадать не будет. А значит это положение неправильное. В итоге находим ребро нужного цвета и располагаем над центром того же цвета, но так, чтобы оно стояло криво. После чего, если ребро нужно поставить налево, то мы делаем соответствующий алгоритм. Отводим ребро вправо. Поднимаем место. Возвращаем ребро. Возвращаем вот это движение. Получаем пару. Вместо белого цвета здесь такая цветная сторона. Ей мы отводим назад сторонку, чтобы пара не разрушилась. Переднюю грань поднимаем. Вставляем сюда пару. И опускаем. Все. Ребро на месте. Ищем остальные. Но вот здесь должно стоять синее. И оно здесь рядышком и находится. Мы видим, что это ребро стоит над центром, где есть синий цвет. То есть синий не обязательно должен быть сверху. Он, главное, должен быть. С этой стороны тоже есть синий цвет, но здесь по форме совпадает. Значит, нужно ставить с соседнего. То есть с этого центра, где есть синий цвет, мы должны ребро переставить направо. В этом случае используем алгоритм. Сдвигаем это ребро влево, в другую сторону от места. Поднимаем место. Отменяем первое движение. Отменяем второе движение. Получаем пару. Отводим ее назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем сюда пару и возвращаем все на место. Все. Еще одно ребро собралось. Дальше. Зеленое само встало на свое место. Здесь необходимо красное ребро. Смотрим, вот красное ребро есть. Располагаем его над центром с красным цветом, так чтобы оно стояло криво. То есть вот с этой стороны. Не с этой. Здесь все ровно. А именно с этой. Отсюда здесь опять же нужно переставить направо. Делаем тот же алгоритм. Отводим влево. Поднимаем место. Возвращаем ребро. Возвращаем это движение. Получаем пару. Отводим пару назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем туда пару. И опускаем переднюю грань. Второй слой собран. Возможно еще вот такая ситуация. Если ребро стоит на своем месте и неправильно ориентировано. То есть по цвету он совпадает, а по форме нет. И сверху таких ребер больше нет. Если бы такое ребро еще было. К примеру, если речь шла о желтом ребре. Так как сверху еще два желтых. Мы просто вместо кривого желтого поставили бы нормальные. То же самое касалось бы зеленого ребра. Так как здесь есть еще такие же. Но если последним осталось синее или красное. То его нужно на своем месте развернуть. Это равносильно вот такой ситуации на кубике рубика. Ну и решается соответственно. Первый способ наиболее простой. Это на место этого ребра нужно поставить какое-то другое. Абсолютно любое. Допустим, вот это поставим вот сюда. Тем же алгоритмом. В сторону. Поднимем. Вернем. Вернем. Вот такая недопара. Отведем ее назад. И установим все обратно. Вот уголок остался. А вместо зелено-оранжевого ребра зелено-желтая. Теперь мы находим наше зелено-оранжевое. И ставим его опять сюда же. Но уже в правильной ориентации. Отводим. Получаем пару. Отводим ее назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем. Возвращаем. То есть те же самые алгоритмы. Либо можно воспользоваться формулой из F2L. Это выводится пара наверх. У2. Чтобы ее отодвинуть назад. Движение R. У2. R' Выходим на трехходовку. Подворачиваем сюда. И трехходовкой загоняем на место. Если владеете F2L, вот этот алгоритм, либо подобный, также можно использовать. Здесь же мы поставим на место вот этого красного ребра какое-нибудь, к примеру, желтое. Отведем в сторону. Поднимем. Вернем. Вернем. Отведем назад. Поднимем переднюю грань. Вставим сюда такую кривую пару. И опустим вниз. Вместо красного ребра появилось желтое. И теперь находим красный и ставим его из этого же положения сюда. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. 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 Вот уже нормальная пара. Отводим ее назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем. Возвращаем. Если вы решите использовать другие алгоритмы для сборки второго слоя, то у вас развернутся центры. Поэтому используйте алгоритмы, которые я показал и все будет хорошо. В конце видео я также покажу, как собирать первые два слоя при помощи F2L на Master Morphix. Далее, в отличие от обычного кубика робика, мы должны собрать полностью ребра. То есть расставить их по местам и правильно ориентировать. Я рассматривал разные способы для того, чтобы это сделать. И сейчас предложу наиболее оптимальный. Хоть в нем и больше движения, чем в стандартном 3х3. Для начала мы должны найти ребро, которое стоит правильно относительно центра. Мы сейчас рассматриваем зелено-желтый слой. Ребра здесь только желтые и зеленые. Центр зелено-желтый. Мы видим, что вот это ребро зеленое по форме и по цвету с центром совпадает. Для удобства можем расположить ее над центром так, чтобы тоже по цвету и по форме совпадало. Но это не обязательно. После этого держим мастер-морфикс так, чтобы вот это правильное ребро находилось перед нами. После этого делаем алгоритм из 3х3 под названием рыбка. Этот алгоритм переставляет против часовой стрелки вот эти три ребра. То есть это ребро перейдет сюда, это сюда, это сюда. Выполняется следующим образом. Поворачиваем правую грань от себя, верхнюю по часовой стрелке. Правую грань на себя, верхнюю опять по часовой стрелке. Правую грань от себя, верхнюю грань поворачиваем два раза. Правую грань на себя. Выполняем алгоритм. Правую от себя вверх по часовой Правую на себя вверх по часовой Правую от себя вверх поворачиваем два раза Правую на себя Смотрим, что получилось Вот это ребро как было на месте, так и осталось Эти переместились Но они все равно пока по цветам совпадают не все То есть желтая совпадает, а вот эти нет Повторяем Правую от себя вверх по часовой Правую на себя вверх по часовой Правую от себя вверх два раза Правую на себя И мы видим, что все ребра расставились по местам Теперь они совпадают и по цвету, и по форме Именно такого результата мы должны добиться на этом этапе Но так бывает не всегда Рассмотрим следующую ситуацию Находим ребро, которое стоит правильно Располагаем его над своим центром И смотрим Желтое с зеленым не совпадает, не совпадает Но тут по цвету совпадает, по форме нет Выполняем рыбку От себя по часовой На себя по часовой От себя вверх Два раза на себя Смотрим Здесь совпало Здесь не совпало Делаем еще раз От себя по часовой На себя по часовой От себя два раза На себя Смотрим По цветам и по форме Тут совпало А здесь Здесь совпало только по цвету Но не по форме Это значит, что если все ребра по цвету совпали Но не по форме Нужно вот эти ребра развернуть То есть правильно ориентировать На кубике рубика это равносильно ситуации палка Где два ребра правильно ориентированы А два ребра неправильно Смотрим визуально похоже Чтобы правильно ориентировать ребра в ситуации палка Мы располагаем саму палку горизонтально И выполняем следующий алгоритм Поворачиваем фронт Переднюю грань по часовой стрелке Делаем пиф-паф И возвращаем фронт обратно У нас получается крест В этом случае также Палка Держим ее горизонтально Фронт Делаем пиф-паф Возвращаем фронт Мы видим, что зеленое ребро стоит правильно Возьмем его перед собой Вот эти ребра уже не совпадают по цвету с центром А значит нужно их опять переставить Для этого мы делаем рыбку От себя По часовой На себя По часовой От себя Два раза Два раза, не важно в какую сторону На себя Что мы видим? Пока стоят неправильно То есть желтое и зеленое не совпадает Делаем еще раз От себя По часовой На себя По часовой От себя Два раза На себя И теперь получаем правильный крест Но при ориентации ребер возможно не только палка Но и другая ситуация Давайте рассмотрим вот такое положение Опять у нас есть ребро, которое стоит правильно Располагаем его перед собой И начинаем расставлять остальные ребра Видим, что здесь по цвету не совпадает Только это из оставшихся трех совпадает Выполняем рыбку Что видим? Здесь совпало Здесь нет Здесь нет Делаем еще раз Зеленое по форме, по цвету Здесь тоже Здесь по цвету Но не по форме То есть это как раз та самая галка На кубике рубика она выглядит вот так Мы располагаем галку так, чтобы желтые ребра были слева и сзади Делаем фронт Но теперь делаем обратный пиф-паф У, Р, У штрих, Р штрих И возвращаем фронт Получаем крест Вместо обратного пиф-пафа можно делать два обычных Но на шейп-модах я чаще делаю обратный Так как меньше движений Располагаем галку Так что правильные ребра стоят сзади и слева Делаем фронт У, Р, У штрих, Р штрих Обратный пиф-паф Делаем фронт штрих Что видим? Зеленое ребро на месте И эти нужно опять переставить Выполняем рыбку И получаем правильный крест Достаточно редко бывает так, что нет ни одного ребра, который стоит правильно относительно центра В этом случае можно из любого положения сделать рыбку И такое ребро, скорее всего, появится Просто выполним рыбку От себя По часовой На себя По часовой От себя Два раза На себя И мы видим, что даже два ребра таких появилось Но как минимум одно должно появиться После чего можно расставлять ребра по местам И правильно ориентировать Внимательные зрители могли подумать Что я не рассмотрел ситуацию Из кубика 3х3 под названием Точка Где нужно ориентировать сразу 4 ребра Но дело в том, что на мастер-морфиксе точки не бывает Единственное, что может случиться Это вот такая ситуация Когда все 4 ребра сразу ориентированы Правильно Но центр стоит не так И чтобы развернуть вот этот центр на 180 градусов Можно использовать два вида алгоритмов Оба простые Из любого положения Мы делаем рыбку Поворачиваем вверх по часовой стрелке То есть движение U И делаем рыбку еще раз И у нас ребра становятся правильно Относительно центра Можно довернуть Ну и второй способ Опять же из любого положения Можно выполнять алгоритму R, U, R' U То есть первая часть от рыбки Повторить вот это 5 раз R, U, R' U Это 2 R, U, R' U 3 R, U, R' U 4 R, U, R' U Это 5 И центр разворачивается Можно спутать ситуацию разворота центра На 180 градусов Вот с такой Где центр разворачивается на 90 Этой ситуации вы избегаете Если сначала находите правильное ребро А потом переставляете остальные Если мы сделаем тот же алгоритм разворота центра На 180 градусов То получим похожую ситуацию Также центр будет неправильно ориентирован относительно ребер Но нужно поступать обычным способом Нет правильно стоящего ребра Делаем рыбку После чего такое ребро появляется Ну в данном случае появляются сразу Все ребра стоящие на своих местах И необходимо их разворачивать Ну и пример сборки для закрепления Я выбрал самый корявый случай Ни одного ребра не стоит возле центра правильно Поэтому берем любое и делаем рыбку Так Правильное ребро появилось Располагаем его перед собой Смотрим на остальные ребра Не совпадает Не совпадает Не совпадает Опять же можно было заметить Что иногда ребра могут встать правильно После одной рыбки А иногда требуется две Мы знаем, что обычная рыбка Переставляет ребра против часовой стрелки Желтая встанет на желтое место Эта желтая опять же на желтое И зеленая на зеленое То есть после первой попытки У нас ребра встанут на свои места Выполняем рыбку Да? Ребра встали Но если нам нужно перемещение ребер в другую сторону То мы можем использовать зеркальный алгоритм Его иногда используют для решения вот такого ОЛЛ на кубике 3х3 Делается зеркально обычной рыбки L штрих U штрих L U штрих L штрих U2 L И здесь перестановка ребер идет в другую сторону К примеру, вот в этой ситуации Мы видим, что вот это ребро стоит правильно А вот эти нет Мы видим, что желтое придет сюда Зеленое на желтое место А желтое на зеленое То есть ребра не встанут на свои места Но если сделать перестановку в другую сторону То с первого раза Можно по своим местам их расставить То есть мы делаем либо две обычных рыбки Либо одну зеркальную То есть левую рыбку То есть те же движения Но зеркально с левой стороны Поднимаем Против часовой Опускаем Против часовой Поднимаем Два раза Опускаем И мы видим, что с первой попытки Ребра стоят по своим местам Далее уже определяем ситуацию Галка или палка Точки здесь никогда не будет По той причине, что у нас всегда есть Правильно ориентированное ребро Которое мы изначально находим Сейчас у нас галка И это правильно И это правильно Располагаем сзади И слева Делаем алгоритм Front UR U' R' И front Обратно Мы видим, что ребра опять перемешались Берем перед собой правильное И смотрим Желтое пойдет сюда Желтое сюда Зеленое сюда То есть обычной правой рыбки нам хватит Ребра собраны Других ситуаций на ребрах быть не может Мы рассмотрели все возможные Если вы будете собирать в том порядке Как я показал Остается расставить углы по местам И правильно их ориентировать Для того, чтобы расставить углы по местам Мы будем использовать опять же Алгоритм из кубика 3х3 Как в методе для начинающих Мы находим на желтой грани Один угол, который стоит правильно Желтую грань располагаем перед собой То есть изначально кубик был в таком положении После чего мы желтой гранью опрокидываем на себя Правильно стоящий угол Угол, который стоит на своем месте Мы располагаем слева сверху Желтая грань перед нами После чего выполнялся алгоритм Который переставляем Который переставлял вот этот угол сюда Этот сюда А этот сюда Внизу экрана написано языке вращений Движения следующие Поднимаем правую грань Верхняя против часовой Правая грань в ту же сторону Нижнюю поворачиваем дважды Правая грань на себя Верхняя под часовой Правая грань от себя Нижняя поворачивается дважды И правая грань дважды Углы расставляются по своим местам Также можно использовать обратный алгоритм Если это кому-то удобнее Два раза правая грань Два раза нижняя грань Правая на себя Верхняя против часовой Правая от себя Нижняя два раза Правая на себя Верхняя под часовой Правая на себя В шейп-модах сильно измененной формы Я обычно использую только один алгоритм Чтобы не ошибиться В качестве желтой грани У нас выступает грань с зелено-желтым центром Именно ее мы должны поставить к себе То есть изначально мастер-морфикс В таком положении Где вращается верхняя грань Мы должны расположить С зелено-желтым центром к себе Далее найти здесь уголок Который стоит на своем месте Если это одноцветный уголок То это заметно хорошо Если трехцветный То мы проверяем цвета Желтый, красный, зеленый Цвета не обязательно должны совпадать с гранями Главное, чтобы их набор был такой же Как у примыкающих граней То есть здесь зелено-желтый есть А красный, синим не совпадает Значит этот уголок не на своем месте Понятно, что если трехцветный уголок стоит на месте одноцветного Или наоборот То это тоже не на своих местах элементы находятся Находим уголок, который стоит правильно Вот этот Зелено-желтый центр перед нами Уголок слева, сверху, спереди Если правильно стоящего уголка нет То мы сначала просто делаем этот алгоритм И уголок на своем месте появится После чего снова делаем алгоритм Ну и выполняем движение Поднимаем Против часовой Продолжаем движение Нижняя грань дважды Здесь нужно аккуратнее ориентироваться по ребрам А вот одно ребро прошло через центр И второе Значит произошло двойное движение Правая грань на себя Верхняя грань по часовой Правая грань от себя Нижняя опять дважды Ну и правая дважды Смотрим, что получилось Ну, желтый уголок как стоял, так и стоит Этот уголок Желтый, зеленый, синий Не на своем месте Ну и видим, что вот этот выпирает Явно не на своем Так же как и этот Значит алгоритм нужно повторить Либо с первого раза, либо со второго Уголки на свое место встанут Поднимаем Против часовой Продолжаем Низ Два раза На себя По часовой От себя Низ Два раза Ну и правую Два раза Смотрим теперь Зелено-желто-красный уголок Находится между Желтой, красной и зеленой Гранями Значит он находится на своем месте Вот этот уголок Определенно стоит там, где надо И вот этот Зелено-синий-желтый Зелено-синий-желтый Стоит на месте Перед тем, как разворачивать уголки Рассмотрим ситуацию, когда Ни один уголок на своем месте Не стоит В этом случае мы опять же Зелено-желтый центр Располагаем перед собой Так, чтобы вращалась и правая И верхняя грани А здесь абсолютно любой угол У нас находится Просто сразу делаем алгоритм Главное не забыть Из такого положения Как мы собирали Мастер-морфикс Перевернуть вот в такое Чтобы зелено-желтый центр Был перед нами Делаем алгоритм Первый раз И смотрим Этот уголок Не на своем месте Этот тоже Этот тоже Красно-зелено-желтый Желтый-красный-зеленый Все те же самые цвета Значит этот угол На своем месте Его мы располагаем Слева-сверху И повторяем алгоритм Двойные движения Можно делать в любую сторону Что по часовой стрелке Что против часовой стрелки Эффект будет одинаковый Но опять мы получили Что уголки стоят по своим местам И остается их только развернуть Иногда бывает Что уголки Уже развернуты правильно И мастер-морфикс Полностью собран Пугаться этого не стоит Это нормально В конце сборки Нам может потребоваться Развернуть как два угла Так и один угол Зеленый и желтый Разворачивать не требуется Но возможно придется это сделать В случае псевдо-паритета Разворачивать уголки Опять же будем как в 3х3 Для этого мы обращаем Желтую грань налево И пиф-пафами разворачиваем Дальний левый верхний уголок Если уголок правильно ориентирован Нам он не нужен Значит подворачиваем Левой гранью следующий Если желтый цвет направлен вверх То делаем 4 пиф-пафа Два Три Четыре Уголок правильно ориентируется После чего подворачиваем Следующий уголок Если желтый цвет направлен назад Делаем 2 пиф-пафа Большаем внимание Что правая часть кубика Сейчас разобрана Пугаться не стоит Нужно просто продолжать делать пиф-пафы Каждые 6 пиф-пафов Кубик будет восстанавливать Своё положение Желтый назад Два пиф-пафа Всё ориентированно правильно Остаётся только довернуть Жёлтую грань На мастер морфиксе Вместо жёлтой грани У нас грань с зелёно-жёлтым центром Её вращаем налево Делаем так, чтобы вращалась Левая грань Верхняя И правая То есть не должно быть Какого-то промежуточного положения Чтобы вам было неудобно Перед нами должен быть Двухцветный центр Вращается верхняя грань Вращается правая грань Вот этот уголок У нас будет разворачиваться Здесь нам трудно понять Сколько делать пиф-пафов Поэтому делаем два пиф-пафа Смотрим, развернулся ли уголок правильно Если нет, то делаем ещё два пиф-пафа Давайте начнём Зелёно-жёлтый центр Слева Вот этот уголок Вот этот уголок разворачиваем Делаем первый пиф-паф Делаем второй пиф-паф Перед нами всё время должен быть тот центр Который был в начале У меня это жёлто-красный Смотрим Уголок развернулся правильно Он совпадает по цветам С соседними рёбрами Это хорошо Жёлто-красный центр перед нами Подворачиваем следующий уголок Делаем на нём два пиф-пафа Смотрим Уголок не развернулся правильно Значит делаем ещё два пиф-пафа Уголок развернулся правильно Доворачиваем эту грань Мастер-морфикс собран Нам повезло И этап ориентации уголков был очень простым Но такое бывает далеко не всегда Для начала рассмотрим, что делать Когда ориентировать нужно только один угол В этом случае мы делаем Либо два, либо четыре пиф-пафа на этом уголке А оставшиеся, либо четыре, либо два На соседнем одноцветном В этом случае у нас нужный уголок Развернётся так, как необходимо А этот развернётся как-нибудь Ему всё равно не важно В какой ориентации находиться Располагаем зелёно-жёлтую грань слева Перед собой двухцветный центр Зелёно-жёлтый слева Вот этот уголок будем разворачивать Делаем два пиф-пафа и смотрим Раз пиф-паф Два пиф-паф Смотрим, не развернулся Значит делаем ещё два пиф-пафа Один пиф-паф Второй пиф-паф Развернулся У нас все уголки ориентированы правильно Но здесь всё разрушено Поэтому на место уголка, который мы сейчас ориентировали Мы подворачиваем одноцветный Ближайший Подвернули Вот сюда И делаем на нём пиф-пафы До тех пор, пока вот это не соберётся Если на первом уголке мы сделали четыре пиф-пафа То здесь останется сделать два Если делали два, то останется четыре Чтобы в сумме было шесть Или просто делаем, пока правая часть не соберётся Хватило двух пиф-пафов Просто доворачиваем вверх Необходимость разворачивать одноцветный угол Может возникнуть и при ориентации двух углов К примеру, вот такой случай Мы располагаем зелёно-жёлтый центр, как обычно, слева Перед нами другой двухцветный Уголок, который нужно развернуть, находится здесь Делаем два пиф-пафа и смотрим Один пиф-паф Второй пиф-паф Не развернулся Делаем ещё два Один пиф-паф Второй пиф-паф Развернулся правильно Подворачиваем Следующий уголок Делаем на нём два пиф-пафа Один Второй Мастер-Мофикс в правой части собрался Но уголок ещё нет И по сути это получается ситуация с неправильно ориентированным одним уголком А что мы делали в том случае? Ориентировали правильно этот уголок И оставшиеся пиф-пафы крутили на одноцветном Так же делаем и здесь Продолжаем крутить пиф-пафы Один пиф-паф Второй пиф-паф Уголок ориентировался Правая часть размешана Подворачиваем одноцветный на это место И крутим пиф-пафы до тех пор, пока правая часть не соберётся Первый пиф-пафы до тех пор, пока правая часть не собрался Синий красного центра Одно ребро уже стоит на месте Ищем остальные Видим здесь красное Подводим Совпало Дальше синее Совпало И ещё одно синее Не совпало по цвету Располагаем справа На себе правую Вверх по часовой И переднюю рань против часовой Правильно располагаются ребра Переворачиваем Два центра синим цветом К ним подводим синие ребра Так Ну и здесь очевидно красные подошли Кстати, красные по форме, по цвету совпадают А остаётся развернуть только синий-жёлтый и синий-зелёный центры Ну и видим, что оба по форме не совпадают А значит, поворот на 90 градусов нам поможет Поднимаем вверх Отводим в сторону Поворачиваем синим цветом вверх Возвращаем ребро Видим всё хорошо Опускаем вниз То же самое делаем с этим Поднимаем вверх Отводим в сторону Подворачиваем синий стороной центр вверх Подводим ребро Опускаем вниз Правильный крест готов Начинаем собирать первый слой Находим сверху одноцветный уголок Красный Ставим на место Синий-красно-зелёный Он должен стоять в синий-красно-зелёное место Смотрим, синий с синим совпадает Ближний с ближним Значит, достаточно обратного пиф-пафа Либо просто крутим пиф-пафы до тех пор, пока не встанет на место Дальше смотрим Синий-красный на месте синего уголка И синий на месте синего-красного Давайте одним пиф-пафом извлечём вот этот Подведём сюда И поставим на своё место Теперь вот этот ставить будем сюда Дальний цвет совпал с дальним Значит, один обычный пиф-паф Так, всё хорошо Первый слой готов Собираем второй Видим жёлтое ребро, которое должно стоять здесь Здесь форма совпадает Передвигаем на соседнее Здесь форма не совпадает Отсюда ребро устанавливаем сюда Отводим в сторону Поднимаем Создаём пару Отводим её назад И через переднюю грань Ставим на место Одно готово Дальше Здесь должна стоять синяя Как раз вот она Здесь форма совпадает Поэтому отводим на соседнее место И отсюда устанавливаем Получили пару И пару загоняем Так Здесь стоит Сюда красная И вот красная как раз криво стоит над центром Надо поставить вот сюда То есть делаем зеркально Отводим Поднимаем Возвращаем Возвращаем Пара Отводим назад Поднимаем Возвращаем Опускаем Два слоя готовы Смотрим Здесь ни одно ребро не стоит на своём месте Поэтому сначала делаем рыбку И ребро, которое стоит правильно Появляется Располагаем над зелёным центром Для эстетики Это не обязательно Смотрим Жёлтый перейдёт сюда Зелёный сюда Жёлтый сюда Не соберётся Поэтому лучше сделать Левую рыбку Чтобы за один алгоритм Рёбра встали по местам Выполняем Нам повезло Не пришлось делать Ориентацию Рёбер Что не очень интересно Поэтому давайте Смоделируем так Чтобы пришлось Допустим У нас получилось Вот так Все ребра По цвету Совпадают Но вот эти два Не совпадают По форме Располагаем Получившуюся палку Горизонтально Делаем Front Пиф-паф Front штрих Опять Зелёный на месте И остаётся Переставить Одной рыбкой Рёбра По местам Видим Что если против Часовой стрелки Переставлять Рёбра Не соберутся Поэтому опять Левая рыбка Рёбра Собраны Переставляем Углы Жёлтый угол На своём месте Зелёно-жёлтой Гранью К себе Этот Располагаем Спереди Сверху Выполняем Алгоритм Для перестановки Углов Так И Мастер-морфикс Собрался Опять нам повезло Опять Это неинтересно Моделируем Не такую Радужную Ситуацию Зелёно-жёлтый Центр Располагаем Влево Перед собой Держим Другой Двухцветный И пиф-пафами Разворачиваем Дальний Верхний Левый Уголок Вот этот Каждые два пиф-пафа Проверяем Правильно Ориентирован Или нет Один пиф-паф Второй пиф-паф Неправильно Третий пиф-паф Четвёртый пиф-паф Правильно Ориентирован Подворачиваем Следующий Делаем ещё два пиф-пафа Первый Второй Неправильно Делаем ещё два Первый Второй Теперь правильно Правая часть Мастер-морфикса Размешана Поэтому Подворачиваем На заднее место Одноцветный Уголок И Крутим пиф-паф До тех пор Пока Правая часть Не соберётся Один Два Мало Ещё два Достаточно Всё Мастер-морфикс Собран Мастер-морфикс Вполне можно Собирать на скорость И на нём Удобно Собирать Первые два слоя Методом F2L Сейчас я покажу Общий принцип Как это делать Интуитивно Для тех Кому интересно Можете смотреть Для Обычной сборки Эта информация Не обязательно Напомню На обычном кубике Если есть готовая пара Её сразу Можно поставить Вот сюда Для этого Можно использовать Обратный Пиф-паф Либо Следж-хэмер Пара Пара Тоже будет Пара Которую Можно Также Поставить В свой Слот К примеру Такими движениями Одна из Наиболее Коротких Комбинаций Для сборки F2L На кубике 3х3 Это Трёхходовка Когда У нас Уголок И ребро В одно Движение Собирается В пару Если Разместить Уголок Над своим Слотом Можно За три Хода Поставить Оба элемента В свой Слот Опять же Из-за наличия Одноцветных Элементов На матерморфик Часто Возникают Трёхходовки Так как Ориентация Этого уголка Не важна Этот угол С этим ребром В один ход Можно Объединить В пару А значит Если мы Уголок Разместим Над своим Местом Мы За три Хода Поставим Всю пару В свой Слот Пример Трёхходовки С трёхцветным Уголком Синий Красно Шёлтый Вот этим Жёлтым Цветом С этим Жёлтым Ребром В один ход Объединяется В пару А значит Мы располагаем Угол Над своим Местом Синий Красно Жёлтым Здесь Красный Слот Не тот Здесь Зелёный Цвет Здесь Синий А вот здесь Тот что Нужен Синий Красно Жёлтый Слот Трёхходовкой Помещаем Пару В свой Слот Чем удобен Мастер Морфикс Очень легко Ставятся Одноцветные Уголки Со своими Рёбрами На места А потом Уже Из оставшихся Элементов Собираются Остальные Пары И из Трёхцветных Углов Мы выбираем Только те Где есть Синий И красный Цвет А для них Уже Подходит Только Зелёные И жёлтые Рёбра Всё это Работает Если мы Начинаем Сборку Синий Красного Центра Если Начинать С другого Соответственно Цвета Будут Отличаться Одноцветная Пара На кубике 3х3 Решается Следующим Образом Мы Опускаем Уголок Так Чтобы Не разрушить Ничего Собранного Подводим Туда Ребро И Получаем Пару После Чего Любым Способом Пару Загоняем В свой Слот Одноцветные Пары На мастер Морфиксе Актуальны В основном Для Трёхцветных Углов Или В редких Случаях Когда Одноцветный Угол Его Ребро Стоят Неудобно К примеру Как Сейчас Вот Этот Уголок С этим Ребром В один Ход Мы В пару Не Соединим Но Если Мы Этот Уголок Опустим Подгоним Сюда Ребро А потом Поднимем У нас Получится Пара И Эту Пару Мы Уже Целиком Устанавливаем В свой Слот Для Трёхцветного Уголка Подобным Примером Будет Следующая Ситуация Мы Видим Синекрасные Цвета И С одной Стороны Зелёный Этот Зелёный Должен К широкой Части Ребра Подойти Видим Что Вот Это Ребро Легко Можно Подвести Вот Сюда Широкой Частью А значит Опустим Уголок Подведём Ребро И Вернём Уголок Получится Пара И Эту Пару Опять же Устанавливаем Любым Способом На Своё Место Ну Оставшийся Тип Пары В Интуитивном F2L Это Когда Уголок Направлен Белым Цветом Вверх Нужно Ребро Совместить Как в методе Для начинающих Со своим Центром После Чего Наклонить Вот Это Ребро В сторону Противоположную От Нужного Центра Здесь Зелёный Цвет Нужен Зелёный Центр А наклонить Нужно В другую Сторону Подвести Туда Уголок И Получить Пару После Чего Эту Пару Опять же Любым Способом Поставить В свой Слот На Мастер Морфиксе Подобное Решение Пара Актуально Только Для Трёхцветных Уголков Так Как Одноцветный Проще Решить Как Трёхходовку Либо Одноцветную Пару В этом Случае У нас Должен Синий Красный Угол И Жёлтый Либо Зелёный Цвет Направленный Вниз Синий Красный Сверху А Жёлтый Либо Зелёный Направлен Вниз Мы находим Ребро Которое Того же Цвета Что и Нижний Цвет Жёлтый Или Зелёный В нашем Случае Жёлтый Вот Она Располагаем Над Каким Нибудь Центром Так Чтобы Не Сломать Элементы Переднего Слоя И Это Ребро Нужно Опустить На Второй Слой Таким Образом Чтобы Широкая Часть Оказалась Сверху То есть Не так Широкая Часть Снизу А Вот Так Широкая Часть Сверху И К этому Ребру Теперь Нужно Подогнать Уголок После Чего Поднимая Наверх Мы Получаем Готовую Пару Которую Легко Оставим В свой Слот Ещё Один Пример Для Закрепления Синий Красный Угол Зелёный Цвет Снизу Ищем Зелёное Ребро Вот Зелёное Ребро Его Опускаем Так Чтобы Широкая Часть Оказалась Сверху И при этом Не разрушились Собранные Элементы К примеру Вот так Широкая Сверху Подгоняем Туда Угол Всё Совпало Получаем Готовую Пару И Загоняем В нужный Слот Это Основные Принципы Сборки Первых Двух Слоёв При помощи Интуитивного F2L В этом Видео Я Максимально Подробно Рассказал Весь Необходимый Материал Для Сборки Мастер Морфикса 3х3 Именно На Это Видео Я Буду Ссылаться В Туториалах По Более Крупным Мастер Морфиксам В Каждом Из них Будет Этап 3х3 Который Будет Собираться Точно Так же Как Я Показал В Этом Видео На Чётных Вертих Дополнительно Возникнут Паритеты Тренируйтесь И всё У вас Получится А на этом Всё Всем Спасибо Всем Пока